В Саратовских вузах полным ходом идет приемная кампания. Какие вопросы интересуют абитуриентов, а также о чем еще пишут на страницах печатных изданий, расскажет Анастасия Калинина. Спасибо, Станислав. Будущие студенты штурмуют высшую школу, изучая и оценивая цифры приема и проходные баллы прошлых лет. В Саратовских вузах на сегодняшний день 8 тысяч бюджетных мест. Много это или мало? Какие специальности сегодня самые востребованные? И какое количество баллов ЕГЭ позволяет пройти хотя бы на платное отделение? В ситуации разбирался МК в Саратове. А также в этом номере. Балашовские краеведы обнаружили древний памятник. У деревни Николевка открыто поселение X-XIII веков, аналогов которому еще никому не удавалось обнаружить на всей территории Прихоперья, охватывающего Саратовскую, Воронежскую и Волгоградскую области. Советское значит отличное. Торговые бренды времен СССР предложено национализировать. Группа из 15 сенаторов разработала законопроект о признании общим достоянием самых известных советских брендов, сообщает российская газета. Не напросишься. МВД предлагает штрафовать московских попрошаек на сумму от 2,5 до 5 тысяч рублей, сообщает все тот же источник. Основной смысл данной инициативы заключается в стремлении декриминализировать улицы и столицы, ведь попрошайничество это своеобразная мафия. Кроме того, в общине попрошаек время от времени находят убежище, объявленное в розыск преступники. А также в этом номере ипотека от рождения. Минтруд предложил предоставить семьям право вкладывать мат-капиталы в ипотеку сразу после рождения ребенка. Со страниц свежего номера Комсомольской правды вы узнаете, почему в России исчезли вундеркинды. За границей гениальных детей сотни, а про наших в последнее время ничего не слышно. А также в этом номере. Курящую даму в балетках в бутик не пускать и доллары отобрать. Какие странные законопроекты подчас мелькали в Думе в эту сессию. Об этом и не только. Читайте на страницах Комсомольской правды. Что же происходит в жизни звезд? Когда певица Натали после почти десятилетнего отсутствия вернулась на ТВ с новым хитом, зрители ахнули. Она совершенно не изменилась. Родив двух детей, Натали сохранила стройную фигуру и лицо без единой морщинки. Что это? Пластические операции? Тайное средство, продлевающее молодость? В интервью Теленедели певица откровенно ответила на эти вопросы. На минувшей неделе Александр Панкратов-Черный отметил юбилей. Кто пришел к имениннику в этом году, читайте в свежем номере Теленедели. Сегодня у меня все. А что нового интересного появится на страницах свежей прессы, я расскажу вам в следующую среду. Спасибо, Анастасия.